Историю, как вы вообще пришли в Савериан Голос и почему вы здесь? Ну, у меня история... Чего-то я не ожидала такого разворота. История у меня очень грустная. Начиналась грустно. В общем-то, в принципе, я, как и многие из вас, новинный человек, жила в своей семье. И я бизнесмен. У меня всегда был бизнес. И сетевой меня никогда не интересовал. Но в мою семью пришла беда. У моего сына... В общем, он упал сама в ногу. И потом, когда сделали снимок, сказали, что киста. Его прооперировали, и операция прошла неудачно. Ну, что я могу сказать? Тогда я во врачей верила в белые халаты, как в богов, потому что у меня мама сама была медик. Мы стали по больницам ходить. Мы стали это самое. А потом, в итоге, получается, через мою сноху пришла Нелли. Филимонова, это мой наставник. Она говорит, Аня, ты знаешь, у нас вот в корпорации есть такой кальций шикарный. Он стоит недорого. А вообще, говорит, я рекомендую твоему сыну взять суставную программу. Ребят, знаете, что я подумала? Мне сейчас стыдно вспоминать за свою безграмотность. И за то, что я подумала, я заплатила 8 лет. 8 лет, 24 на 7, я работала только на больницу. Мы купили в итоге эту программу. Мы то пили, то забыли, то пропустили. Ну, отнеслись несерьезно. Потом, при последней операции, он пережил несколько операций, нам завезли инфекцию в кофе. Инфекцию, заражение, ну, врачи, конечно, это мне не говорили, но вот вы знаете, такое состояние было, когда день прошел, и ладно, а завтра, и слово завтра боишься, потому что в голове просто черная яма. Что может быть завтра? Ну, мне позвонил мой наставник, а у меня было свое кафе, я просто уехала и закрыла его. Я поехала, у меня уже позвонили, что ребенок мой выздоровел, забирайте его. Я отдыхала в Турции и научилась там водить кофе на мангале. Я варила в основном его для дальнобойщиков, водителей. И эта девочка, детей в школу, а ко мне в кафе на кофе утром. И тут она звонит, говорит, ну, слушай, ты что, уехала, и с концом тебя нет и нет. Я вечером забрала ребенка, а утром мне пришлось его назад отвезти, потому что он весь горел у меня. Я говорю, ты знаешь, вот так, вот так. Она говорит, ну, 7 тысячи такие большие деньги, иди, пожалуйста, возьми вот это, вот это. Там в Астане есть такой же офис, как у нас в Аккаше. Ну, в общем, что я могу сказать? В итоге нас выписали через 5 дней. Прилетела моя дочь с Китая, она у меня училась в Китае. И я говорю, заберу его в Китай. Она его забрала в Китай. Но когда мы переступили порог доктора, вернее, она с моим сыном, потому что я не говорила на китайском, и осталась дома деньги зарабатывать. Доктор посмотрел на меня и сказал, что таких больных не берет. Моя ребенка оставалась жить 3-40 месяцев. Моей дочью помогли. Она стала просить. Я повезу его назад. Что я скажу маме? Что я скажу папе? Нас оставили. Нас не оставили. Они ушли. Ему 3 дня делали анализы. В итоге он ее выслал, и говорит, организм не разрушенный. Несмотря что вы пережили, организм не разрушенный. А в то время, когда мы должны были просто умереть от антибиотиков, нам калории начинали в 6, заканчивали в 12, ничего не помогало. А когда я добавила сибирское здоровье, я тогда не понимала, но вы знаете, стала сбиваться температура. То есть вечером они не могли сбить температуру, а тут температура стала, ну как, она не ушла совсем, была 3-7, 8-3-7, 2, но уже как-то полегче стало. И нас так быстренько это выписали. И когда его положат в больницу, знаете, ребят, я тогда не спала. Я не спала, это самое, по ночам вообще это жутко передать, что было. И до меня дошло, за счет чего мы остались на плаву. Ну, я же казашка, я в травы вообще не верила, ни в какие травы. Какие травы, когда 21-й, вверх на дворе, и врачи, и халаты, и все такое. Всемогущая такая вот, сейчас техника такая. А тут вот, я, не я даже, сестренка набрала, она 700 долларов и отправила в Китай. В общем, мы даже врачам не говорили. Мы просто молча его кормили. Нам уже без медицинской квалифицированной помощи не обойтись было. Почему? Потому что, когда мой сын попал, ему было уже 14 лет, и он у доктора спрашивает, как доктор, долго я буду болеть. Доктор говорит, ну ты же знаешь, что не одна болезнь, у тебя неправильно сросшийся физилом, у тебя страшенна остеопороз, потому что человеку нельзя столько времени гипсовать, и у тебя и выражение крови. И в общем, получается, первый толчок был, так вот, про себе, вот, кормили, хорошо кормили его, по часам она его прям кормила сибирским здоровьем. Но у меня в то время было как качели, у меня мама еще лежала, очень тяжелая, мы ее держали, вот, может быть, кто-то и слышал кардицепс, да? Там одна маленькая коробочка, 50 долларов, на три дня, у нас четверо детей, а она у меня живет в Амате с сестренкой. И вот по очереди мы покупали. И когда подошло время покупать у меня кардицепс, у меня кроме долгов огромных, ничего не было. Потому что китайцы, вот мы вручили, вывлечили, они сразу сказали, мы не можем такую операцию сделать, но мы можем пригласить профессора с Пекина, вы оплатите все расходы, то есть от проживания, питания, гостиницы, в общем, все-все-все-все. Ну, конечно, мы сказали, да, у меня кроме долгов на тот момент ничего не было. И сестренке сказала, давай попробуем, давай попробуем дать матери кардицепс, потому что, ой, кардицепс, сибирское здоровье, но у меня нет денег, ну, ничего, делай, нету. Она, такой голос, псклявый у меня, она как начала орать трубку, я бросила. Утром она мне звонит, она уже успокоится, говорит, хорошо, я дам сибирское здоровье, но если что случится с матерью, и все будет на твоей совести. На моей совести. Ну, я, без слова, 27 тысяч, как сейчас помню, она, она, она составила программу. Что я могу сказать о результатах здоровья? Моей маме сегодня 91 год. Вот три раза отправляли, последний раз на огонь, сказали, заберите, дайте спокойно умирить. Что я могу сказать? Про сына хочу продолжить. У меня сын очень толковый мальчишка, он учился у меня в гимназии. И вот уже когда четвертую операцию пережил с общим наркозом, меня вызвал директор с математикой, и говорит, забирайте ребенка. Он не может больше здесь учиться в нашей школе, потому что он уже не соображает так быстро, как раньше. Я пришла в кафе ужасно расстроенная. Я пришла и села, просто вот никакая. Приходит, ты че такая? Я говорю, ну вот так, вот так. Слушай, ну че голову ворочишь? Дай говорить, вон, живая клетка мозга и ДКК. Живая клетка мозга это синхронитал 2. Ребят, че я могу сказать? Мой сын на сегодняшний день учится на хранение на грамм. Уже четвертый год. Четвертый год, год он еще, ну я ему, конечно, у меня даже есть фотографии, как я его отправляю, наложила этот нейровижен, витамина. Он у меня еще и учится, и работает, и третий семестр, но у нас уже ни копейки не брал денег. Я даже не понимаю, как я успеваю, но я даже могу как солдат. Но я успеваю везде. Вот, это моя история. Потом, еще у меня что-то подвинуло сюда.